Трейдеры начали новую неделю в пользу европейских валют. Помимо разочарования низким темпом роста заработных плат США для продаж доллара, были и другие причины. Хотя именно американские данные по рынку труда позволили котировке фунт-доллар преодолеть довольно сильный уровень сопротивления на психологической отметке 1.33. И сегодня график ринулся вверх с новыми силами, дотянувшись до отметки 1.3360. Закрепиться в этой зоне поможет завтрашняя публикация с расчетом помесячного прироста ВВП и данных по промышленному производству в Великобритании. Скорее всего, эта информация, как и отчеты прошлой недели, подтвердят готовность британской экономики к повышению процентной ставки Банка Англии. На рынке ждут подъема на 25 базисных пунктов уже в августе месяце. Решение вопроса Брекзита, а точнее сказать, его не решение, пока также поддерживает спрос на британскую валюту. Сегодня стало известно от добровольной отставки министра по Брекзиту со стороны Великобритании Дэвида Дэвиса, который решился покинуть свой пост в связи с разногласиями с позицией премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. И это уже третий министр по делам выхода Великобритании из состава ЕС, который покидает свой пост. И это подтверждает факт того, что большинство в стране все же поддерживает мягкий выход страны, предполагающий создание зоны свободной торговли. Новым министром назначен Доминик Рааб и следующий раунд переговоров с ЕС состоится, вероятно, уже только в ноябре. Не менее важные новости сегодня ждут и трейдеры по евро. Конечно, одним из самых интригующих событий дня является выступление Марио Драги. Однако не стоит от главы ЕЦБ ждать чего-то нового. Он уже сказал все, что нужно было. А вот на данные по потребительскому кредитованию в США стоит обратить внимание, так как его прогнозируемый рост может поднять на стороне инвесторов, сильно испорченный пятничным докладом Министерства труда. Так что стоит ждать постепенного снижения евро к 1.17.25. А пока котировка самой популярной валютной пары вблизи трехнедельного максимума. И если прогноз нашего эксперта оправдается, то прибыль получат те, кто открывает сделки на продажу пары. Вы смотрели новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Ждем вас в следующем выпуске.